Угроза паводка в Козла-Ардинской области. Специально созданная рабочая группа из числа специалистов, водников и сотрудников департамента по ЧС обследовала потенциально опасные участки. Из 86 гидросооружений, требующих реконструкции, 76 приведены в готовность. На ремонт оставшихся 10 необходимо свыше 200 миллионов тенге. Тему продолжит Райхан Тажибаева. В этом дачном массиве «Электрик» проживает почти 150 семей. Он и еще несколько садовых участков сегодня оказались в опасной зоне. Именно здесь, на изгибе Сырдарии, во время весеннего вскрытия рек, образуется затор. Тогда поток неуправляемой массы льда и воды может снести на своем пути практически все. Если придет большая вода и образуется затор, то опасность прорыва очень высока. Осенью мы провели работы по укреплению береговой линии и защитных гидросооружений. Но этого недостаточно. На подготовку предстоящего паводкового сезона область уже потратила свыше 450 миллионов тенге. Средства ушли на реконструкцию дамп, ремонт гидротехнических сооружений и очистку руслоканалов. Тем не менее, работу выполнить до конца не удалось. Не хватило средств. На сегодняшний день на ремонт 10 гидротехнических сооружений требуется порядка 226 миллионов тенге. Этот вопрос был обсужден на минувшей сессии областного масляхата. Он нашел поддержку депутатов. Если необходимую сумму получим в феврале, то в марте уже приступим к работам. В мае ее полностью планируем завершить. Из-за аномально теплой зимы вот уже вторую неделю в регионе сохраняется опасность подтопления прибрежных населенных пунктов. Ведется круглосуточный мониторинг реки. На опасных участках дежурят группы быстрого реагирования. Чтобы предотвратить ЧАЭС, в этом году область выделила 151 миллион тенге. Приведены в готовность 183 вакопункта. Ситуация, говорят специалисты, под контролем. Райхан Тажубаева, Альхайдар Турлханов, Казлардан.